Дорогие братья и сестры, дорогая церковь, поздравляю вас с праздником Жатвы. Пожалуйста, занимайте ваши места. Жатва – это радостное время. Мы видим то, что Бог подарил нам, мы видим вот это замечательное представление всех благословений Божьих, и мы соглашаемся, что если бы мы действительно по праву оценивали или правильно оценивали все благословения Божьи, то, наверное, весь этот дом молитвы не вместил бы того, что нам нужно было бы принести, потому что на самом деле Бог благословлял нас гораздо больше, и Господь много милости являл к нам на протяжении этого года. Мы радуемся получить результат трудов. Конечно, для многих из нас, может быть, живя в современное время, в 21 веке, мы не имеем того значения, или и Жатва, может быть, утеряло значение то, что люди в древности видели в Жатве. Во дне Иисуса Жатва была гораздо более значительным праздником. Может быть, сегодня для фермеров Жатва тоже больше имеет значение, потому что они питаются от этим, или то, что они производят во время Жатвы, это питает их на протяжении года. В Библии много сказано о Жатве. Один из самых главных, или одно из самых главных значений праздника Жатвы – это благодарность Богу за урожай. Но кроме этого, в Библии сказано о Жатве как о подведении итогов. То есть Жатва указывает на окончание истории человечества. Это конец мира, это пришествие Иисуса, это суд Божий. Жатва – это также указывает, или празднование Жатвы указывает нам на то, что нам необходимо, смотря на Жатву, смотря на растения, которые произвели плод, нам тоже нужно приносить для Бога плод. Но еще один момент, есть Жатва в евангелизационном таком понимании. То есть, сам Иисус говорил о том, что люди или мир подобен побелевшим полям. О чем говорил Иисус? Это то, что люди нуждаются в слышании Слова Божьего. То есть, другими словами, нужда людей в принятии Иисуса Христа, подобно тому, что поля побелели, поспели к Жатве, их нужно собрать. В этот праздник Жатвы я хотел бы обратить внимание на один из примеров Иисуса Христа или на один случай из жизни Иисуса Христа и взять урок из этой истории. Давайте откроем Евангелие от Марка, 11 глава, мы прочитаем, ну, давайте, с 11 стиха. Евангелие от Марка, 11 глава, мы прочитаем с 11 стиха. «И вошел Иисус в Иерусалим и в храм, и, осмотрев все, как время уже было позднее, вышел в Вифанию с двенадцатью. На другой день, когда они вышли из Вифании, он залкал. И, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней. Но, придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смоков. И сказал ей Иисус отныне, да не вкушает никто от Тебя плода вовек. И слышали то ученики Его». Давайте продолжим еще дальше, вот 15 стих тоже. «Пришли в Иерусалим, и Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих храм, и столы миновщиков и скамьи продающих голубей опрокинул, и не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь. И учил их, говоря, не написано ли, дом мой, домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников. Услышав это, книжники и просвещенники искали, как бы погубить Его, ибо боялись Его, потому что весь народ удивлялся учению Его. Когда же стало поздно, он вышел вон из города. Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. И вспомнив, Петр говорит ему, «Рави, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла». И Иисус, отвечая, говорит им, «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет, горейся и поднимись и вернись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет». «Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. И когда стоите на молитве, прощайте, если что, имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешение ваше. Аминь». Вот до сих пор. Я хочу обратить внимание на вот эту смоковницу, или пример, или историю со смоковницей. Для начала хочу напомнить несколько, вот немного информации о смоковнице, что такое. В наших краях не растет смоковница. Смоковница или фиговое дерево, это плодовое дерево, которое приносит вкусные, сладкие плоды. В Палестине смоковница была очень распространенным и популярным деревом. Мы читаем, что Моисей, например, говорил о земле Ханаанской, как о том месте, где, вот в Тарасаконе 8.8 написано так, где пшеница и очмень, виноградные лозы, смоковница и гранатовые деревья, в землю, где масличные деревья и мед. То есть перечислены в этом тексте, в Тарасаконе 8.8, очень много различных вот таких вот растений, и среди них смоковница. Ну, во времена Соломона, Библия описывает, это Третье Царство, 4 глава, 25 стих, что весь Израиль и Иуда жили спокойно, каждый под виноградником своими, под смоковницей своей, от Дана до Версавии. И здесь смоковница вместе с другими плодовыми деревьями упоминается как символ благополучия. В других текстах Писания мы находим, что вместе с виноградом, который тоже был достаточно распространенным растением в Израиле, смоковница часто служила символом всех плодовых деревьев. Это дерево часто встречалось в Израиле и было популярным среди народа. Хочу напомнить, для тех, кто знают историю Библии или, может быть, обращают внимание на мелкие детали, смоковница была даже в Едемском саду. Вспомните, когда произошло грехопадение, когда Адам и Ева взяли от плода запрещенного дерева, ели. Написано, что открылись у них глаза, и, не знаю, что они сделали, взяли смоковные листья и шили для себя опоясание. Смоковница имеет несколько интересных свойств. У смоковницы большие и красивые листья. Может быть, именно поэтому Адам и Ева обратили внимание на эти листья. Одна достопримечательность смоковницы в том, что она может расти практически на любой почве и даже выдерживать засуху. К сожалению, несмотря на то, что она может выдерживать легкие морозы, в наших краях она не может расти, потому что просто слишком холодно. Я обращал внимание, у меня была и есть до сих пор карликовая смоковница в горшке. И у нее есть определенная особенность вообще по поводу приношения плода. У смоковницы появляется... Вообще плод у смоковницы появляется два раза в год обычно. Обычно еще до наступления или до того, как листья показываются, появляются почки. И вот эти маленькие почки станут плодами. Она не цветет, как цветут другие деревья. Вот эти маленькие почки, это называется бреба. По-английски так оно и называется, бреба. То есть вот это первый плод. Он появляется до наступления или до того, как листья появляются. После того, как листья уже появились, наступает время для другого плода. Очень интересно, что на смоковнице очень часто есть и мелкие плоды, вот такие почки, просто вот они выглядят как почки и уже крупные плоды. То есть смоковница, то ли она без листьев, она может иметь уже вот такие почки, которые станут плодами, или уже с листьями она тоже может иметь определенные плоды. По крайней мере, до тех пор, пока эти плоды уже соберут. Вот, в неделю, когда Иисуса распяли, вот мы прочитали с вами с 11 стиха, Иисуса Христа чуть позже, через несколько дней будут распнут на кресте, а вот в понедельник, сразу после торжественного входа в Иерусалим, Иисус вот здесь, или это было даже вообще-то воскресенье, вот сразу после входа в Иерусалим, написано, что Иисус уже вечером заходит в храм и осматривает все, смотрит, что происходит в храме. И после этого Он вышел в Вифанию с 12-ю. Ему предстояло прийти в Иерусалим, Ему предстоит противостояние с иудейскими вождями. И Иисус видел то, что происходило в храме, и вот под этим таким вот впечатлением Он направляется в Иерусалим. Иисус, увидев смоковницу, которая стояла там, или которая стояла при дороге, Он подошел, чтобы найти какой-то плод. На смоковнице не оказалось никакого плода. Несмотря на то, что не было время сбора смоков, очень важно отметить то, что не было время сбора смоков, но это не значит, что не должно было быть никаких почек, вот таких, как я говорю, набухшие почки, которые становятся затем плодами, или маленькие смоквочки, которые уже сформировались, но еще не дозрели, или, может быть, хоть какие-то смоквы, то ли они уже созревшие, то ли они зеленые еще, ничего этого не оказалось, только листья. Иисус Христос говорит, чтобы никто впредь не вкушал плодов с нее. И вот здесь очень важно понимать, я не зря прочитал этот текст, я вначале не планировал читать текст об очищении храма, но этот текст об очищении храма очень важен, потому что история с смоковницей, она как-то вплетается в эту историю, мне кажется, что очень важно и одно, и другое нам читать. Мы не можем говорить просто о смоковнице, о том, что вот эта бесплодная смоковница была проклята Иисусом, и упускать то, что происходит в храме. Я думаю, что как раз именно то, что происходило в храме, послужило своего рода, ну, скажем так, отпечатком или каким-то стало вот таким действием по отношению к смоковнице. Я не думаю, что Иисус Христос хотел просто выразить какое-то негодование на эту смоковницу, какое-то человеческое разочарование, какое-то раздражение по поводу этой смоковницы. Я думаю, что вот этим Иисус Христос хотел прежде всего для учеников оставить определенный урок и, может быть, нам оставить урок. Какой урок смоковницы мы можем взять для себя сегодня? Первое, на что я хочу обратить внимание, это, ну, нам нужно исполнять то, что обещаем. Посмотрите, пышная листва смоковницы говорила о том, что она должна была иметь какой-то плод. О, была листва, дерево, похоже, было здоровым, были листья на этом дереве, и вполне возможно, любой человек, знающий это дерево, ожидал бы найти хоть какие-то плоды. Но Иисус ничего не находит на этом смоковном дереве, оно было обманчивым. Почему-то не было плода, какая причина, трудно сказать, может быть, какой-то заморозок, может быть, болезнь какая-то, может быть, еще что-то, может быть, она одичала, может быть, другие причины какие-то были, но там, самое главное, не было плода. Израиль, точно так же, как этот смоковница, стал бесплодным. Я думаю, что именно этот урок Иисус хотел показать. В книге пророка Исаия, в пятой главе, есть интересная история. Пророк Исаия, в пятой главе, говорит о винограднике, который принес дикие ягоды. Пророк говорит от лица Бога, что Бог ухаживал за этим виноградником, что Бог все сделал для того, чтобы этот виноград был хорошим, хорошей лозой. Бог все вовремя делал, Бог все делал для того, чтобы это было, ну, скажем так, чтобы ягоды, в конечном итоге плод виноградный, чтобы был хорошим, приятным, замечательным. Но, к сожалению, виноградник принес не те плоды, которые ожидал Господь. Исаия говорит о нарушении завета с Богом. Исаия говорит о идолопоклонстве. Здесь Иисус, вот в этом случае со смоковницей, я думаю, показывает другую проблему. Храм и богослужение в храме было великолепным, но Иисус находит, что это стало как будто бизнесом. И он отмечает в Евангелии от Марка, 11 главе, в тексте, который мы прочитали, дом сей должен быть дома молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников. На что хотел сказать, а на что хотел обратить внимание Иисус? Были ли там реально разбойники, которые просто грабили людей? Нет. Там просто были люди, которые, может быть, благослужение храма превратили вот в такую машинальную, механическую систему, где приносились жертвы, но где кому-то была определенная выгода, где, может быть, само служение как-то служило обирательством тех, кто бедный. То есть, другими словами, при всем этом удобстве, при всей этой организации, это стало бизнесом. Утратилась причина, по которой все эти жертвы и все то, что нужно было в храме, причина, по которой они должны были приноситься. Веры не было. Живой веры не было. И Иисус говорит, Вот, когда объясняет ученикам, почему он смог это сделать, он говорит, если у вас будет вера, вы сможете сделать и не такое, а большее. То есть, другими словами, если посмотреть на храм, если посмотреть на богослужение храма, пышность, торжественность, исполнение ритуала, все было хорошо. Но вот живой жизни с Богом, живой веры не было. Цель смоковницы – приносить плод. Пышная листва обещает обилие плода. На этой смоковнице Иисус не нашел плода. Наша христианская жизнь очень часто начинается с того момента, по крайней мере, жизнь в церкви, в поместной церкви, и начинается с момента крещения. В Библии написано, Так и нас, ныне подобное всему образу крещения, не плоской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресение Иисуса Христа. Если эта смоковница, может быть, ее вид, ее красота, ее листва обещала какие-то плоды, их там не оказалось, может быть, мы, как христиане, тоже иногда теряем свое обещание. Когда-то ты принял крещение, ты обещал добрую совесть. Вопрос к тебе, сохранилась ли эта совесть доброй? Не испортилась ли добрая совесть? Не прохудилась ли добрая совесть? Не сломалась ли добрая совесть? Может, твоя совесть нуждается в исправлении, в очищении? Может, твоя жизнь для Бога стала пустой и бесплодной? Сегодня праздник жатвы, хорошее время пересмотреть свою жизнь. Второй урок, который я хочу показать, или на который обратить внимание, у смоковницы есть природа смоковниц. было бы хорошо, чтобы каждый из нас действительно, вот как плодовое дерево, призвано к плодам, потому что у него природа плодового дерева, было бы здорово, если бы вот каждый из нас, христианин, действительно отражал ту природу, которая должна быть в нас. У нас должна быть Божья природа. Всякий искренний христианин, получивший рождение свыше, имеет Божью природу. И было бы здорово, чтобы мы имели вот такую природу, и так поступали. Форма этого дерева, его вид, его листья, другие признаки говорили о том, что это фруктовое дерево, не просто фруктовое в общем, но что это смоковное дерево. Мы вправе ожидать плодов от плодового дерева. Мы поэтому и садим плодовые деревья, чтобы иметь какой-то плод. Однако эта смоковница по всему, видать, захотела стать просто декоративным деревом, украшением при дороге. От декоративных деревьев тоже есть какая-то польза. Может быть, вы даже когда идете в какие-то магазины, хозяйственные, то там вы можете увидеть, когда появляется весна, и деревья в продажу поступают. Там есть подразделение фруктовые деревья, есть подразделение такие shade trees, может быть, вы видели. То есть дерево для тени. Это тоже хорошо, это тоже неплохо. Многие люди покупают какие-то кустарники, какие-то деревья просто для декорации, чтобы красиво было. Может быть, наша жизнь становится вот такой. декоративной. Иисус ожидает плода, тебя и меня, а я и ты, возможно, просто стали декорацией, просто стали каким-то украшением. Господь призывал свой народ к определенному плоду. Этот плод должен был, или этот плод заключался в том, чтобы народ Божий был народом святым, народом Божьим. Чтобы этот народ отражал характер Бога, чтобы он приносил плод, который был бы вкусен, приятен для Бога и людей, который бы напоминал людям о Боге. Все храмовое служение указывало на святость Бога, на Его любовь, на милость Божью к Его народу. Но почему-то духовные вожди народа и большинство народа даже не обращали внимания на принесение должного плода. Для духовных лидеров того времени служение Богу превратилось просто в занятие для народа, просто традиции. Мы говорим с вами сегодня, что мы христиане. Но Господь ожидает определенных плодов от нас, от меня, от тебя. Господь хочет, чтобы мы приносили плод, не просто, чтобы мы были декоративными. Например, в Евангелии написано так, о плодах. По плодам их узнаете их. Это Евангелие от Матфея 7 глава, с 16 стиха. По плодам их узнаете их. Собирают ли стерновника, виноград, ли стрепейника, смоквы. Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, не дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете их. Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Вот так Иисус говорил о том, что, в принципе, все люди приносят какой-то плод. А еще Иисус говорил о том, что Он ожидает плод. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 8 стиха. «Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас. Прибудьте в любви моей». Наша жизнь, наше христианство, наша вера христианская должна выражаться в измененной жизни. Наша жизнь должна преображаться, чтобы быть, как жизнь Иисуса, для того, чтобы отражать Его характер. Мы должны трудиться, чтобы жизни, не только наши, но и тех, кто окружает нас, также преображались для Бога. То есть влиять в хорошем смысле на тех людей, которые вокруг нас, чтобы они, видя то, что мы, как мы поступаем, как мы живем, как мы славим Бога, как мы живем для Бога, как мы приносим плод для Бога, чтобы они хотели такими быть. Вот он плод для Бога. Как можно приносить плод? Когда Иисус очистил храм, после этого, в тот день, Он с учениками проходил мимо смоковниц. Петр вспомнил, что происходило до этого, и с изумлением указал Иисусу, вот оно, это дерево, оно засохло. Иисус в ответ говорит о важности и о силе веры. Жизнь с Богом невозможна без веры. Жизнь с Богом нельзя превращать в мертвую традицию. Вера должна быть основой и источником нашей жизни и нашей жизни с Богом. Вера показывает, насколько сильна, насколько крепка твоя связь с Богом. Вера служит проводником той живительной силы, которая приносит плод, или которая в нас приносит плод. Иисус Христос, в 15 главе Евангелия от Иоанна, я прочитал этот стих, Иисус Христос говорит, что мы должны пребывать в Нем, чтобы приносить плод. Без пребывания в Иисусе невозможно приносить плод. Пребывание в Боге возможно только через веру. Интересно, что дальше Иисус, вот в Евангелии от Марка в 11 главе, 25 стих, говорит, когда вы молитесь и когда вы даже стоите на молитве, прощайте других. Без этого тоже невозможно. То есть вера и прощение ближних, оно помогает нам на самом деле расти. И это показывает нашу суть, нашу природу показывает на самом деле, приносим ли мы добрый плод для Бога или нет. Итак, мы с вами отметили, что нам нужно исполнять обещания. Мы с вами отметили, что урок смоковницы показывает еще то, что у нас есть определенная природа. Природа Божья, которая обязана приносить Божьи плоды в нашей жизни. И еще одно я хотел бы отметить в уроке этой смоковницы. Забота Божья. Вообще, любая смоковница, любое растение получает очень много Божьей заботы и его доброты. Смоковница ничего не делает для того, чтобы получить солнечный свет и тепло. Для того, чтобы получить дождь ранний или поздний. Для того, чтобы иметь почву, в которой расти. Правда же? Написано в Библии, что Бог посылает дождь на праведных и неправедных, и солнце восходит и над одними, и над другими. И, в принципе, если мы посмотрим на нашу жизнь, мы тоже имеем множество благословений, над которыми мы не трудимся. Это просто мы получаем, даже не думая, часто не задумываясь. Знаешь ли ты, что подобно этой смоковнице, ты также имеешь множество благословений от Бога. Это Божья милость. Бог посылает тебе свои дары. Так вот, вопрос к тебе. Останавливаешься ли ты, хоть иногда, для того, чтобы заметить Божью заботу и Божье попечение? Благодаришь ли ты Творца за Его дары? Благодарность, настоящая благодарность, это редкое явление. Мы очень часто забываем благодарить. Наверное, это исходит из того, что мы по своей природе эгоисты. нам даже детей приходится учить, говорить спасибо. Многие из нас принимают многие вещи, как должное. Что так и должно быть на самом деле. Что Бог обязан нам всегда творить добро. Я думаю, что благодарность – это определенный долг, который мы должны научить. Сами себя должны научить отдавать Богу и отдавать другим людям. что когда кто-то делает добро, мы должны не остаться в долгу и хотя бы сказать слова благодарности. Поэтому давайте учиться замечать все блага, которые Господь являет. Знаете, иногда люди, мы в Евангелии читаем такие примеры, иногда люди, которым больше прощено, они имеют больше благодарности, потому что им больше прощено. Но кто бы ты ни был, каким бы ты ни был человеком, Библия говорит, что каждому из нас Господь прощает, а каждому из нас Бог заботится. И поэтому каждому из нас нужно приучаться к благодарности, учить себя благодарить Бога. Благодарность очень важна для нас, и нам нужно учиться благодарности. Я бы хотел, чтобы в этот день мы возблагодарили Бога, чтобы в наших молитвах, мы скоро будем молиться, чтобы мы на самом деле действительно поблагодарили, сердечно поблагодарили Бога за Его заботу, за Его милость, за многие милости, которые или замечаем, или даже, может быть, иногда не замечаем. Я хочу подвести следующий вывод. «Смотря на свою жизнь в свете Слова Божьего, давайте увидим себя и наше состояние». Приносишь ли ты плод для Бога или просто где-то служишь украшением, пытаешься быть украшением в церкви? Господь призывает тебя к определенному плоду. Какой твой плод для Бога? Мы посмотрели на уроки «Смоковница», исполнять свои обещания, стремиться быть похожим на свою истинную природу и благодарить Бога за заботу Божью. Я бы хотел, чтобы сейчас, когда мы будем молиться, мы действительно поблагодарили Бога и попросили у Него силы, чтобы мы были с вами плодоносными во славу Божью. Аминь. Давайте помолимся.